Здравствуйте, приветствую вас, дорогие подписчики ТикТок. Здравствуйте. Израиль на перепутие. Тема сегодняшней программы. Что происходит в зоне глобального конфликта на Ближнем Востоке? Для того, чтобы было понимание для последующих действий, Израилю, и не только Израилю, союзникам Израиля, необходимо выбрать какой-либо из сценариев дальнейшего действия. Сценариев немного. Вхождение в сектор Газа, победа над Хамас, уничтожение Хамаса, мы говорим теоретически. И после победы, передача власти каким-либо местным структурам в виде вновь сформированной администрации. Ее еще надо сформировать. Еще необходимо, чтобы эта администрация пользовалась поддержкой населения. И еще один вопрос. Не станет ли эта новая администрация через время новым Хамасом? И все данные усилия будут потрачены зря. Возможно, после победы над Хамасом. Власть может быть передана палестинской автономии. Но президенту палестинской автономии под 90 лет это достаточно непросто. Да, в Израиле есть силы, которые предлагают полностью взять сектор Газа под свой контроль. Установить военную администрацию. Ультра-националисты говорят о возвращении еврейских поселецов. Понятно, что подобный вариант не находит поддержки за пределами Израиля. И главнейший вопрос. Почему в Израиль столько визитов ведущих лидеров мировых держав? Будет ли выступление исламского мира против Израиля? Будет ли война исламского мира против Израиля? В мире проживает 2 миллиарда мусульман. 25% населения земного шара. Каждый четвертый житель. Это очень большая и серьезная сила. С этой силой нужно договариваться. В режиме онлайн 24 часа происходят контакты мировых лидеров. С руководством мусульманских стран. С руководством стран регионов. Выработка сценария. Для дальнейших действий. В зависимости от сценария будет принято решение. Операция отложена по вхождению в газа. Есть причина. Плохие погодные условия. Мы понимаем, что дело не в погоде. А дело в принятии решения. Входить или не входить. Если входить, будет ли война между Израилем и исламом или нет? Если не входить, тогда меняется правительство. Если входить и операция не успешна, правительство в Израиле также меняется. Исключительно очень много вопросов для Израиля, на которые нет ответа. В интернете продолжается глобальная информационная война. Любая информационная война является как подготовкой, так и сопровождающим фактором. И послевкусием, в кавычках, любых боевых действий. Вот сегодня вышло видео, где израильские солдаты берут пули, автоматные патроны. Мажут их в крови убитых свиней. Зачем это делается? Дело в том, что по исламскому поверью, любое попадание подобной пули означает непопадание мусульманина в рай. Что и какие чувства это может вызвать у мусульман? Еще большую агрессию. И необходимо учитывать, что в израильской армии силовых структурах общее количество мусульман от 20 до 25 тысяч человек. Как они воспримут подобные видео? Кому выгодно распространять подобные видео? Я думаю, не Израиль. Но кто-то занимается и съемкой подобных видео, и распространением. Возможно, это делают и евреи. Во время войны, любой войны, данные действия иллюстрируют нам, что необходим жесткий контроль над тем контентом. Возможен ли подобный контроль над контентом или нет? Когда у каждого есть смартфон, айфон, в любом случае телефон, на который можно записывать любую информацию и сразу выбрасывать в сеть. Мы живем в ином мире. В мире, где информация любая, фальшивая, фейковая, настоящая, правдивая, становится моментально доступной во всем мире. От Филиппин и до Ургвая. Так это работает. Питание. А можно больше про войну в Украине? Жем не имеет сил. Звичайно, звичайно. Буду відповідати українською мовою, тому що запитання українською мовою. Хоча не всі, зрозуміло, більшість не буде розуміти. Что я хочу сказать. Але скажу наступнее. Тезисно. Росейская армия пытается представить наступ на Сходе, это оперативный район Авдіївки, как успешный. Большинство военно-экспертов не согласится с подобными оценками. Ничего там Росии сутяло не вдаётся. Не вдаётся, потому что Збройные силы Украины на каждый контрнаступ на какому-то окремому напрямку Російських сил відповидают контрнаступам на другому напрямку, тобто є динамична оборона. Таку назву має подібная стратегия. Украина, дорогие друзья, обовязково переможе. Дуже важко це чекати, дуже важко, коли Україна втрачає найкращих ценів, але головна теза – немає іншого виходу. Є дві опції. Це територія, яка буде окупована Росією, вже ніколи не буде Україною. І це незалежна європейська Україна. Що значить європейська Україна, коли я говорю про це? Це не така Європа. Я буду дуже цинічно та відверто, як у Франції. У Франції, де французи, корінний знаходиться не дуже в доброму становищі. Україна повинна після перемоги бути європейською державою, державою, де українці будуть почувати себе вільно. Вільно зможуть не лише вільно працювати, але зможуть жити відповідно до європейських стандартів. Тобто євроінтеграція – це не є технічне приєднання до Європи. Євроінтеграція є європейські стандарти. Що до війни. Не зміншилися обсяги техніки, яка поступає в Україну. Ця техніка набагато краще, ніж російська. Просят говорить по-русски, люди не понимають, поэтому продовжу на русском языке. Техніка, которая поступає в Україну, превосходит по своїм качественно техніческим параметрам ту техніку, которую использує Россия. Успех войны во многом зависит в действительности от невозможности России получать і производити нову техніку. Іменно в цій сфері должна йти і ведеться дуже серйозна борьба. Не завжди успішна. К сожалению, Россія в максимальних об'ємах продає нефть і газ, газ особено через Азербайджан, Грузію, Турцію, Європу. Газ продається в виде товара, як азербайджанский, транспортирується через Грузію, далі Турція, далі Європа. Россія получає максимальне количество финансових средств, возможных, на які покупаються товары прямого і двойного назначення, те же чипи, производиться ракети, другая техника, і так же получаються боєприпаси і оружія. Подобна ситуація є однією з найважливію і головне. Улучшення, іменно улучшення і укреплення відношення з союзниками України є також важнішою задачою. Максимальна інтеграція – це завжди то, що спасало кожне государство во время глобальной войны на выживание. Глобальна інтеграція. Знаю ли я Мустафу Найма? Два раза здоровался, ніколи не ознакомились і не общались. Бо це в 2015-2016 годах. Ну, в такому формате. Видел, так сказати, точнее. Вот, дорогі друзі. Тому, сейчас ми знаходимся на переломе. І опасності третій глобальній мировій війни нікуди не шла. Це опасності существує. Подписуйтесь, пожалуйста, на мій ТикТок-канал. Підписуйтесь на мій Ютюб-канал, дані о котором є в профіле ТикТок. Я записав огромне кількість відео, які описують практично весь спектр боєвих дійсів з першого дня, як я вихожу в ефір. Це і стало причином з'язання Ютюб-каналу до сьогоднішнього дня. Касателі того, як у нас можуть вводитися європейські стандарты з учетом уровня коррупції, воровства. Смотрите, ситуація така. Вот, смотрите, є держави, наприклад, Болгарія і Румынія зі своєю судебною системою. Вони, наприклад, ще не в Європейському Союзі, так це було. Там був височайший уровень коррупції. Після інтеграції Болгарії і Румынії це об'єктивна реальність. Європейський Союз. Імператив права, імператив принятия судебних решень переместился выше, в европейські правові органі. Соответственно, коррупція в Болгарії і Румынії упала, так як міжнародні договора имеють імператив примат права, то є більш серйозне, важне, однозначне действие, чим національне законодавство. Це один спосіб. Коли ти действуєш в соответствість з европейськими регуляціями, ти вимушен їм подчиняться. Ось об цих стандартах я і кажу. Це і є стандарти, які меніють життя. Це соціальні стандарти. Коли у тебе є минимальна зарплата, як в Європі, не як в Україні. Це тож європейська інтеграція. Це можливість вимушувати на рівних правах в європейському ринку. А це діньки, робочі міста і доходи. Це свобода передвиження товаров, услуг і людей. Українських товаров, українських услуг і граждан України. Європейська інтеграція не є якась панацея від всіх бед. Європейська інтеграція є повищення стандарту життя для того, щоб ці стандарти були равнозначені стандартам життя на території Європейського Союзу. При цьому Європейський Союз це не рай, це не місце, де все дуже добре. Ми видим те огромні волни миграції, людей, які не находять себе на ринці Європи, які стають добавочну масу давлений на економіки, які селяться в определенних кварталах, зроблявся соціальне і кримінальне напряження. Для того, щоб цього не відбувало, Україні необхідно інтегруватися з такими країними, які имеють сходне видення по сохраненню именно европейського характера країни. хто эти країни? Це Польща, це Литва, це Словакія. В будущем будем надіяться, це... В будущем будем надіяться, це освобожденна Беларусь. Подобне об'єднення по своєй демографічній мощі, економічній мощі і території буде достаточні для того, щоб протистояти допомогу відбування по всему периметру границ данного объединения. От Гданьска и до Украинского Севастополя. Так это работает, дорогие друзья. Еще раз призываю вас подписываться на мой ТикТок канал. Я рад обсуждать наиболее актуальные темы. И обязательно подписывайтесь на мой YouTube, данные о котором есть в профиле ТикТока. Там видео намного больше. Там видео больше тематических, которые отвечают на большинство вопросов. Для того, чтобы не повторяться, можно в поисковике набрать соответствующую тему на моем YouTube канале. И прочитать, посмотреть, как это работает. Третья точка, которая может привести к перерастанию кризиса в глобальный. Эта точка находится в Южной Армении. Эта точка непосредственно влияет на войну в Украине. Почему? Потому что при захвате России и Азербайджаном в Южной Армении произойдет сухопутное открытие границы между Россией и Турцией. Прямой границы, которая не будет никем контролироваться. И ни в каком формате. Подобная операция приблизительно и ориентировочно к России планируется в течение ноября месяца. Поэтому это не все тяжелые события, которые нам предстоят. И многие из этих событий, как в Израиле, так, например, и в Армении, на которые Украина повлиять не может. Касательно вопроса о возможном завершении войны, параметрах и сроках, объективно ответить на этот вопрос невозможно. Все оценки людей, которые занимаются непосредственно полевым анализом, которые работают с параметрами, когда можно определить данные окончания войны, сходились к тому, что боевые действия завершатся весной 2024 года. Возникло за последние полгода, когда этот прогноз уже действовал, возникло много новых вводных. Много новых вводных, которые усилили возможности России. Это говорит и о том, что, возможно, возникнет очень много вводных, которые ослабят возможности России. Говорят, что будут мобилизовать инвалидов. Инвалидов не могут мобилизовать, так как есть функционал, который выполняет солдат, пехотного подразделения, артиллерист и танкист. Инвалид не может выполнять данную функцию. Штабная работа, я перерывусь на ответ, штабная работа, работа в военкоматах, это одно. Привлекать людей, например, с инвалидностью третьей группы, к подобной работе, кто в состоянии, возможно. Но призывать инвалидов в действующую армию, это невозможно и такого никогда не может произойти. Продолжаю дальше. О сроках войны. Многое будет зависеть сейчас касательно срока ситуации в Израиле. Если ситуация в Израиле превратится в глобальную войну, война у нас продолжится. И здесь нельзя ничего сделать. Здесь остается или воевать, или исчезнуть, как Украине. Если война не перерастет в глобальный конфликт, над чем сейчас работают Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия, работают и с Китаем, и с Саудовской Аравией, и с Ираном, сроки войны сократятся, так как помощь наших союзников Запада будет концентрироваться опять большей частью и направлена в Украину. Сейчас мы видим, что Америке приходится помогать и Израилю, и Украине. И вчера президент Соединенных Штатов Джозеф Байден показал стрельбу по-македонски. Это когда синхронно стреляют с двух рук. Он этим хотел сказать, что Соединенные Штаты, как наиболее мощная экономика мира, будет одинакова и беспроблемно. Мы комментируем поступок президента помогать как Украине, так и Израилю. Россия выбрала свою глобальную стратегию, стратегию глобальной войны. Максимальная дестабилизация в ключевых регионах мира, безусловно, на руку России, так как отвлекает внимание от Украины, позволяет сконцентрировать больше сил, создает дымовую завесу, которая позволяет получать больше боеприпасов нелегально и обходить санкции, получать больше товаров прямого и двойного значения. Безусловно, что Украина действует, борясь против всех подобных действий при глобальной помощи союзников. Украина не стала получать меньше помощи. Украина получит в ближайшее время новое оружие. Очевидно, что большая часть этого оружия прибудет после Нового года. И очевидно, что когда это новое оружие, в том числе авиация, будет использовано, это непосредственно повлияет на ситуацию на поле боя. Дорогие друзья, еще раз прошу вас подписываться на мой ТикТок. Также на YouTube, данные о котором есть профили ТикТок. Я всегда с вами. Я очень рад, что у меня более 5000 подписчиков на ТикТок. И это число выросло буквально за считанные два месяца, что удивительно. Я вам благодарен. Значит, вы разделяете мои мысли, значит, вам интересно. И мне очень важно, когда меня слушают, так как эту работу я делаю для вас. Никогда нельзя сдаваться. И это не просто слова. Я всегда побеждал, когда я не сдавался. Каждый человек имеет опцию, выбор. Не сдаваться, несмотря ни на что. Сдаваться не имеет смысла. Я скажу вам, как работает жизнь. Мы рождаемся и мы умираем. Это единственные два события, которые нам известны. Кроме того, что мы родились и умерли. И первое и второе проходят практически в бессознательном состоянии, не фиксируются нашей памятью. Мы не можем быть уверены ни в одном событии, которое происходит. В этих событиях мы уверены однозначно. Если мы все равно умираем, переживать, сдаваться и бояться смысла нет. Подобное событие в любом случае произойдет. Соответственно, в то время, как мы живы, нужно быть сильными, эффективными, успешными. Нужно всегда бороться. Жизнь – это борьба. Так она построена. Когда ты не борешься, ты ослабеваешь, ты умираешь, ты сдаешься. То есть, когда ты борешься, ты уважаешь себя, у тебя есть шанс. И Вселенная открывает перед тобой новые возможности. Многократно проверял эти тезисы в жизни. Так сложилось, что приходилось их проверять в различных ситуациях. Начиная от участия в боевых действиях, неоднократно заканчиваясь спортом, сложными ситуациями, которые возникают в обществе и социуме. Оно работает только так. Никогда не сдаваться. Никогда не пробиваться. Думать, действовать, анализировать. Не знаете, что делать? Делайте обязательно что-нибудь. Это главный принцип успеха. И в бизнесе, и в личной жизни, и в жизни, в обществе. Сегодняшний выпуск буду завершать. Я сказал то, что считал нужным на данный момент. Спасибо большое, что вы со мной. Подписывайтесь на мои каналы, социальные сети. Поддерживайте канал. И канал поддерживает проекты. Проекты, которые направлены на поддержку европейской культуры. На поддержку привычного образа жизни. Для того, чтобы Европа была Европой. И каждый европеец чувствовал себя уверенно и успешно. Даже если это маленькие усилия, любые небольшие усилия приводят к результату. Когда одна капля дождя падает в озеро, расходящиеся круги все больше, больше и больше. И весь смысл для того, чтобы эта капля упала. Еще раз большое спасибо. Желаю всем здоровья и уверенности. Все обязательно будет хорошо.